на канал за год поступил такой вопрос почему бог позволяет расставать злу ну начнем с того что зло не может торжествовать торжествует бог над всем своим творением потому что он творец всего творец всего мира и как мы знаем верим что воскресший господь победил смерть и отныне от уже не имеет той силы который имел раньше врата медные сокрушил адовы и дьявол еще до времени может по погущению божием творить какие-то злые дела но он уже ограничен и не имеет той власти над человечеством то власти над людьми которые когда-то имел до воскресения христова но почему же это зло существует на земле почему же господь его не истребит почему существует войны почему умирают дети вот такой обычный вопрос точки зрения человека логике человеческой конечно на этот вопрос невозможно ответить потому что в этом есть тайна потому что мы не можем объяснить логически почему это совершается но с точки зрения веры мы твердо знаем что зло не имеет никакого торжества как можно сказать что дьявол ограничен что без попущения божия ничего сделать не может и здесь на земле мы проживаем необходимое время в течение которого мы можем нравственно измениться и когда мы преодолеваем какое-то зло когда мы сталкиваемся с каким-то злом с каким-то искушением со смертью с военными действиями когда мы сталкиваемся с болезнями с несправедливостью то мы можем принять божие попущение понести свой крест изменить то что можно изменить остановить то что можно остановить или потерпеть то что нужно потерпеть или поскорбить там где нужно поскорбить но тогда все это как бы злое все трудное все скорбное все болезнь и все опасное она нам начинает помогать как ни странно то есть мы неся свой крест начинаем возрастать вере возрастает нравственно мы свободно выбираем жизнь в боге мы свободно отворачиваемся от зла мы совершенствуемся в добре мы приспеваем любви мы учимся смирению мы готовим себя для того чтобы принять благодать духа святаго а чек когда он посмирялся когда он потерпел когда много пережил он способен принять божие благословение божья благодать и постепенно тогда у нас начинается а такое духовное преображение такое обожение когда человек приходит богу много претерпев неся свой крест когда преображается человек душой даже тело его преображается тоже имеет себе благодать на наполнение может быть и по-другому конечно когда чек не выбирает это когда чека не несет своего креста тогда всякое зло всякая несправедливость всякие опасности которые случаются они чека могут разрушить они могут его изменить в худшую сторону но это опять же выбор человека мы сами ответственны за то что мы убираем мы сами ответственно ту жизнь которую мы ведем и никакое зло не может торжествовать над нами никакого зла торжествующего быть не может то что господь торжествует вот надо себя так и настраивать на то что господь смотрит всегда на весь мир с точки зрения вечности и здесь на земле мы проходим каждый свой путь тот очень краткий путь когда умирают дети но родители пережив смерть детей становится совершение или должны стать совершение должны научиться и смиряться богу молиться и несмотря ни на что не унывать помогать другим стать еще духовнее а научиться молиться еще более совершенно если умирают пожилые люди то тоже нужно принимать это как некую волю божию что человек земля есть и в землю отыдешь это тоже нормально такой закон жизни человеческой на земле если умирают люди в среднем возрасте то и здесь тоже понимаете то как некую тайну когда господь забирает человека в тот период жизни когда он наиболее к этому готов и приводит его вечность тогда когда он может в эту войти по своему духовному здравом состоянии и надо помнить о том что господь победил победил смерть победил дьявола сокрушил врата адовые и нет узла никакой победы есть только крест трудностей скорбей болезней воин многих испытаний которые каждый зал должен перенести для того чтобы остаться богу верным до конца для того чтобы выполнить о себе волю божию для того чтобы спасти свою душу для того чтобы подготовиться к вечности для того чтобы никогда не разлучается со христом внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео